доброго времени суток меня зовут дмитрий вы на канале волжанин 163 и сегодня как многие наверное уже догадались тема пойдет о ароматике но сегодня будет только вводная часть а именно это обоняние рыб многих рыболовов волнует этот вопрос как вообще рыба ощущает тот или иной аромат поэтому давайте разберемся как известно рыба дышит через жабры прогоняя через них воду забирая кислород а вот органы обоняния уже находится в носовой полости передней части головы парные носовые отверстия проще говоря ноздри не парной складкой делится на два это переднее входное и заднее выходное в процессе получается следующее вода входит в переднюю ноздрю и выходит через задние как у некоторых мышление в одно ухо вошло другое вышло а информации не осталось но здесь немного по-другому сама ноздря и весь вот этот механизм представляет собой обонятельный мешок через который проходит вода забирается оттуда информация и поступает напрямую в мозг в мозгу уже происходит мышление о том что вкусно невкусно и так далее помимо ноздрей у рыб также имеются органы химической не обонятельной рецепции иначе говоря вкусовые почки которые находятся на теле у рыбы на самой кожи на плавниках в полости рта хвостовой части не все но некоторые виды рыб осязают именно при помощи перечисленных частей тела примеру это лещ сазан карась при помощи так называемых вкусовых почек на теле отыскивают себе корм а есть рыбы которые имеют очень узкий спектр запахов и ограничивается лишь феромонами это в основном дневные хищники такие как щука окунь да и из мирной рыбы это уклейка тоже она тоже применяет свое зрение и доверяет только ему к ним же относится и жерех в том числе а вот взять уже ночных хищников таких как сом налим судак который активен как днем так и ночью у этих особей уже роль обоняния является преобладающей конечно всему этому есть научные названия но так как у нас простой рыболовный канал простая рыбацкая тема я думаю не стоит заморачивать свою голову также и вашу этими названиями поэтому идем дальше чувствительность ароматов у рыбы во много выше чем у человека и когда мы замешиваем прикормку и чувствуем там радуемся вот это яркое вот этому яркому насыщенному аромату то мы изначально не думая о том что рыба все воспринимает по-другому изначально убиваем саму рыбалку рыба конечно далеко не уйдет не уйдет она куда-то в другую акваторию другую яму но и на точке она появится не скоро рыбы способны различать четыре вкуса это сладкая кислая горькая соленая взять допустим того же карпа то он предпочитает либо кисло-сладкая либо сладенькая зависимости от времени года либо взять головля головы питается всякими жучками паучками а как известно все насекомые может быть не все я не биолог я не знаю но большинство насекомых имеют горький вкус раз голову лег кушает значит ему горький вкус нравится но об этом мы поговорим в следующих видео так что оставим эту тему на потом несмотря на время года представительница водной среды все-таки предпочитает больше естественные ароматы нежели химия и еще один момент идет спор о том что в приоритете механика прикормки либо ароматика от себя могу сказать одно как бы проверенное что ароматика может лишь усилить клюв либо переманить на свою точку когда большая конкуренция на водоеме но оживить клюв она не может а вот механ изменения механики прикормки уже может дать результат из инертный даже не так не из инертный допустим у вас инертная прикормка а сделать пылящую конечно а долгожданных вещах здесь уже под вопросом но в крайнем случае придет уклейка придет окунь придет плотва которая находилась в свою либо где-то рядом но здесь такой идет обширный мутный столб который может ее привлечь и уже не даст вам скучать ну ну и вообще каждая рыбалка это своего рода эксперимент нету нету в рыбалках такого что даже вот сидишь на одном месте постоянно сюда там ходишь ездишь и вот одна дистанция один прикорм одна ароматика и вот ты должен ловить каждый день килограммовых вещей нету такого каждый раз что-то приходится придумывать либо менять точку либо как как-то менять прикормку другую ароматику либо также похимичить с механикой добавить туда больше крупной фракции меньше крупной фракции сделать ее более инертная менее инертная и так далее так что на водоемах не ленимся экспериментируем пробуем что что-нибудь да подберете следующее видео уже будет конкретно посвящено видам ароматик где и какая лучше применяется ну и внесу еще какие-нибудь факты какое-нибудь разнообразие ну а на сегодня все оставайтесь на канале следите за новостями не хвастань чешуи всем пока хороший там там хорошенький даже по боли по боли первого вроде глотнул но зная его зная его удары поводочка оторвать сможет на 1 ух да этот по боли будет хорошенький какой душенький какой так где крючок крючка ты нету крючка ты нет такой вот лаптя